В НАУ впервые вручают звание почетного оленевода Неневского округа. Мост через Кову закрыт для движения. На сооружении ведется ремонт. Выбор за собственниками квартир. Жильцы многоквартирных домов получили право самостоятельно решать, каким образом будет высчитываться плата за общие домовые нужды. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. Почетный оленевод живет в Тиманской тундре. Оленеводу из ПК Индиго Федору Белугину первому в регионе присвоено профессиональное почетное звание Почетный оленевод Ненецкого автономного округа. Награждение прошло в рамках празднования Дня оленя. На берегу реки Белая, где традиционно встречаются бригады оленеводческого хозяйства, чтобы отметить профессиональный праздник, выступили артисты, прошли соревнования по национальным видам спорта и подведены итоги производственного года. Час на вертолете от Наринмара до Индиги и еще 20 минут до стойбища. Здесь, на берегу реки Белая, у озера Чумовище, бригады кооператива Индиго традиционно встречают День оленя. Сюда же приезжают жители поселков Индига и Баучейский. Многие из них когда-то работали в тундре, и для них этот праздник тоже любим. В начале августа солнце уже не жарит, комаров становится меньше, в тундре поспевает морожка. Накануне осенних просчетов, когда хозяйства будут оценивать количество и качество поголовья, можно немного передохнуть и подвести итоги прошедшего года. За прошедший год поголовье в бригадах СПК Индига сократилось. Затяжная весна, засушливое лето и болезни сократили стадо на 2000 голов. Наносят урон оленеводческому хозяйству и волки с бурыми медведями. Во время отела дикие животные гоняют стадо, что становится причиной выкидышей у важенок. Но оленеводы не переживают. Нынешний отел прошел успешно. В стаде подрастают оленята, а значит вскоре поголовье вырастет. Сейчас у тундровиков ответственный период. Олени должны нагулять вес, чтобы к убойному периоду повысить качество мяса. В этом году в основном категории была первая-вторая. В этом году убой проводился на двух убойных пунктах. Это села Нижнепеша и села Коткина. В Коткина мы забили три бригады, Пеша и одну. Так как по времени и по маршруту очень далековато. Надо подстраиваться под каждое хозяйство, чтобы в сроке успеть. Каждый оленевод знает – от ловкости рук и меткости глаза зависит качество его упряжки. Поймать самого лучшего оленя в стаде – задача ежедневная. Но сегодня заорканить мишень как-то не получается. Как говорит судья соревнований Андрей Евтысый, оленеводы привыкли работать с движущейся мишенью. Каждый оленевод имеет минимум два тензея – кожаный и капроновый. Зимой хорошо использовать кожаный. Он не черствеет на морозе, а летом – капроновый, чтобы не повредить чувствительные рога оленей. Забота об оленях проявляется во всем. Так, в этом году до 300 метров сокращена протяженность трассы для гонок на оленях упряжках. По сухой траве тянуть нарты трудно, а после душного лета силы животных еще не восстановлены. Тем не менее, занять почетное первое место хочет каждый. У всех секреты свои, но общий один – передовой олень, который ведет всю упряжку, должен быть надежным. Подбирал рысака, но сей год он мне что-то подвел, так-то на рыси хотел выработать, но подвел маленько. Ну, ты его учишь года три ему. Но он лет десять – это самый такой максимум, чтобы у тебя передовым был хорошим. А все потом, ну, вот так, восемь, семь, восемь, девять вот так. Вот самый такой хороший возраст. А потом все лучше. Он же как, ноги уже не те у него, старость, ноги болят. Он же постоянно тянет. У него же потом суставы все болят. В этом году соревновались восемь упряжек. Как говорят оленеводы, цифра вполне стабильная. С кадрами здесь проблемы имеются, но решаются. Без них хозяйству не выжить. Руководство кооператива ведет переговоры с соседними общинами и колхозами. Как результат – четыре нанятых оленевода из Омы и Неси. В этом году впервые в регионе двум оленеводам округа присвоено профессиональное звание «Почетный оленевод Ненецкого автономного округа». Почетное звание присваивается за значительные заслуги в сфере оленеводства, выдающиеся достижения и высокое мастерство тем, кто проработал в округе не менее 15 лет. Одну из наград вручили Федору Белугину. Также сотрудникам кооператива вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, почетные грамоты Ненецкого округа и благодарственные письма от Союза оленеводов округа. Когда заслуженные награды получены, можно садиться к столу. Традиционный суп из оленины – и голод утолит, и восстановит силы после физических нагрузок. Самое вкусное – хребет. Вот так. А варите, чем дольше, тем лучше, мягче будет. Ну, поставила я его в 6 часов утра. И вот получился такой вкусный суп. За миской супа и чашкой чая приходит долгожданное общение. День оленя – единственная возможность собраться за одним столом разным бригадам. Затем последуют просчеты, перекочевка на зимние пастбища, убойная кампания и долгая зима. Праздничную стоянку у озера Чумовище оленеводы покидают до следующего августа. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Бетонирование моста через реку Колова началось на этой неделе. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-губернатор НАО Алексей Еремеев. Он отметил, что бетонирование мостового сооружения продлится до 6 августа. И на период работ движение на данном участке будет ограничено. Ремонтные работы на мосту через реку Колова работники Усинского ДРСУ начали 17 июля. Дорожникам до сентября предстоит устранить пролетные деформации, провести бетонирование и ямочный ремонт. Вице-губернатор Алексей Еремеев обратился к руководству управления МВД по Нинецкому округу с просьбой обеспечить на время проведения работ дежурство экипажа ГИБДД. С 3 августа по 6 августа будут проводиться бетонные работы. Просим обеспечить постоянно круглосуточное присутствие экипажа ГИБДД на период бетонирования. Присутствие экипажа ГИБДД необходимо для исполнения водителями транспортных средств с требованиями дорожных знаков. В соответствии с технологической картой производства работ в период бетонирования, отвердение бетона движения по мосту должно быть закрыто для грузовых транспортных средств массой более 3,5 тонн и ограничена скорость движения до 5 км в час. Руководство централизованного стройзаказчика в свою очередь обеспечит наличие на данном участке дороги передвижного пункта весового контроля. Информацию об ограничениях департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Нинейского округа довел также до недропользователей региона. Мост через реку Колва на участке автомобильной дороги Наринмар-Усинск, поселок Харягинский, граница округа был построен в 1989 году. С того времени ремонтные работы не проводились. Длина моста составляет 387 метров. Через мостовое сооружение также проходит 4 нефтепровода. На совершенствование системы сбора отходов в Наринмаре из бюджета округа выделено более 27 миллионов рублей. Мэрия объявила конкурс на поставку спецтехники и заглубленных контейнеров для уборки твердых бытовых отходов на территории муниципалитета. Закупка осуществляется в рамках муниципальной программы по благоустройству. На эти цели запланировано направить 28 миллионов рублей. 97% от общей суммы выделено из окружной казны, остальное из муниципальной. В рамках конкурсных процедур для совершенствования системы сбора твердых бытовых отходов будет закуплено два автомобиля КАМАЗ и 53 специальных заглубляемых контейнера, соответствующих самым высоким требованиям экологической безопасности. Как отметил начальник управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности Александр Черноусов, поставщик определится в течение месяца. Контейнеры городские власти планируют установить до ноября. Их разместят на 35 площадках в центральной части города и в микрорайоне Городецкий. Как пояснили в городской администрации, складирование отходов с применением заглубленных контейнеров имеет ряд преимуществ относительно традиционно используемых в России технологий. В частности, мусор уплотняется под действием собственного веса. В итоге средняя плотность ТБУ увеличивается на 15-20%. Мусор не разлагается, не привлекает грызунов и бродячих животных. Контейнер легко очищается. Выгрузка занимает 2-3 минуты. В 2018 году муниципалитет планирует продолжить замену устаревших емкостей для бытовых отходов на более современные и в других микрорайонах города. Собственники многоквартирных домов смогут сами выбирать, каким образом будет производиться расчет платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды. Соответствующие изменения жилищного кодекса были одобрены Советом Федерации 25 июля и вступают в силу 10 августа. Подробнее об этом расскажем в материале выпуска. По новым правилам, если в многоквартирном доме есть счетчики, то платежи на общедомовые нужды должны считаться по ним. Но собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. При наличии общедомового прибора учета они вправе принять решение, что будут оплачивать плату за ОДН, то есть общедомовые нужды, исходя из факта, в указании приборов учета, а не по нормативу. Либо исходя из среднемесячной оплаты с последующей корректировкой. То есть какая-то некая средняя плата будет считаться, а потом в конце года, допустим, она будет корректироваться управляющей компанией. Если жильцы многоквартирного дома собрание не провели, то платеж будет рассчитываться по нормативам, но опять же с последующей корректировкой. Она будет осуществляться в соответствии с порядком, который установит правительство России. В тех домах, где нет общедомовых приборов учета, будут применяться нормативы. При этом, если конструктивная особенность дома не позволяет, к примеру, взять воду для мытья полов на лестничной площадке, то и платить за это жильцам не придется. Раньше определялось наличие МСТ, по которым коммунальная услуга предоставляется. Теперь наличие технической возможности потребить этот ресурс. Сейчас собственники должны сами определиться. Если их устраивает механизм платить по нормативу, то можно не проводить собрание, ничего не делать. И, соответственно, потом будет корректировка. Либо они проявят инициативу, проведут собрание и будут платить по факту, то, что показывает прибор учета. В случае, если тарифы или нормативы, установленные уполномоченным органом, изменятся, управляющим компаниям не придется проводить собрание собственников для изменения данных расходов в платежках. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Купил кота в мешке. Интернет-мошенники нашли новый способ обмана доверчивых покупателей. Какой? Узнаете в материале выпуска. Первоклассники Нинецкого округа получат подарки к новому учебному году. Подарочные наборы для юных учеников уже закуплены и доставлены в Наринмар из Перми. Житель Наринмара заказал в интернет-магазине аналог дорогого телефона. Продавец обещал отправить товар наложенным платежом по почте. Но вместо телефона покупатель получил пустую коробку, при этом заплатив за нее немалые деньги. Все подробности в материале выпуска. Молодой мужчина решил приобрести новый телефон. Промониторив несколько интернет-магазинов, нашел, казалось бы, подходящий вариант. Ценой запрашиваемого гаджета в 10 тысяч рублей. Заставил заявку на сайте. На следующий день позвонил оператор, женщина. Не представилась. Решил уточнить, что именно нужно. Телефон, цвет телефона, аксессуары, какие понадобились. Я заказал еще чехол к телефону. Он сказал, что заказ оформлен. И ждите через Почту России наложенным платежом, к вам придет посылка. Спустя несколько недель молодой человек обнаружил в своем почтовом ящике извещение и отправился с ним в ближайшее почтовое отделение. Мне дали бланк наложенного платежа. Оплатил, произвел платеж и мне выдали посылку. Взял посылку, сходил, пошел до машины. Пока сидел в машине, распечатал посылку. Внутри обнаружил два листа А4 и коробку. В коробке был наполнитель изнарезанного картона. Я не понял, что произошло. Понял, что обманули и пошел на Почту России разбираться. Подошел, оператор сказал мне, что наложен платежом, уже платеж не вернуть. В конверте с пустой коробкой лежало и гарантийное письмо от продавца, в котором говорилось, что телефон ему все же будет отправлен после того, как на счет интернет-магазина поступят денежные средства. Заподозрив неладное, мужчина решил почитать отзывы об интернет-магазине и обнаружил, что он далеко не единственный, кто вместо товара получил пустую коробку. В настоящее время таких фактов на территории Российской Федерации очень большое количество. И ни в одном случае жертвы мошенников не получили ни указанный товар, и им не были возвращены их деньги. Чтобы завладеть чужими деньгами, мошенники находят все более ухищренные способы. Один из них – доставка товара наложенным платежом. Вроде бы вполне надежный способ совершения торговой сделки. Оплата происходит по факту. Товар доставлен, получите, распишитесь. А на деле все обстоит иначе. И даже наложенным платежом можно получить кота в мешке. Поэтому жителям следует заказывать товары исключительно в проверенных интернет-магазинах. В противном случае вернуть деньги практически невозможно. Если вы получили отправление, вскрывайте его в отделении связи в присутствии работника, чтобы он мог видеть, что там было. И если даже оно было исправно, вот я как уже говорила, но нет вложения, составляется акт, мы подписываем его, ставим календарный штемпель, подписывает получатель, и этот акт, это уже как документ получается, мы ему выдаем, что мы подтверждаем, что отправление было пустое, чтобы он уже в судебном порядке разбирался с отправителем. Чтобы обезопасить себя от продавцов-аферистов, не заказывайте товары на неизвестных и малоизвестных сайтах, даже если цены на них кажутся вам очень заманчивыми. И помните, скупой платят дважды. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». 750 школьных новобранцев получат подарок первоклассника. Подарочные наборы для юных учеников уже закуплены и доставлены в Наринмар из Перми. В июне этого года пермская компания «Мир подарков» стала победителем электронного аукциона, с которым комплексный центр социального обслуживания заключил договор. Сумма контракта составила почти 900 тысяч рублей. В этом году в подарок первоклассника вошли 27 предметов. Шариковые ручки, набор цветных карандашей, пластилин, цветной картон, бумага для акварели, кисти для рисования, счетные палочки, касса букв. Кроме того, современных школьников ждет компьютерный флеш-накопитель и другие необходимые канцелярские товары. Также в набор первоклассника вошла красочная книга по правилам дорожной безопасности. Всего было закуплено 750 комплектов на общую сумму 900 тысяч рублей. В этом году в первый класс пойдет 730 первоклассников, но мы сделали закупку с запасом на случай, если будут выявлены, приедут еще какие-то первоклассники. Напомню, Нинецкий округ – единственный регион, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников, независимо от уровня дохода их родителей. Как правило, в других субъектах комплектами со школьными принадлежностями обеспечиваются только дети из малообеспеченных семей. Названы фильмы «Ночекино-2017». Россияне выбрали киноленты, которые хотят посмотреть в рамках Всероссийской акции. Итоги голосования подвели в Российском фонде кино. Жители НАУ, как и все участники акции, по стране смогут посмотреть бесплатно три картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых» – «28 панфиловцев». Детский репертуар «Ночекино» будет представлен отечественным мультфильмом «Снежная королева 3. Огонь и лед». Всероссийская акция «Ночекино» пройдет вечером 27 августа. В проекте принимают участие многие российские города. Акция развернется почти на двух тысячах различных площадок. В окружной столице кинопоказа начнутся в 20 часов в концертном зале Дворца культуры Арктика. Если погода не подведет, то «Ночекино» в Нинецком округе пройдет на площади Маратей. Как правило, для показа отбираются две киноленты из трех и один мультипликационный фильм. Вход для всех граждан свободный. В прошлом году участниками «Первой ночи кино» в Наринмаре стали более 400 человек. В этом году акция, которая проводится по инициативе Фонда кино совместно с Министерством культуры во всех регионах России, приурочена Году экологии и столетию революции 1917 года. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.